Великие победы Красной Армии Великие победы Красной Армии Великие победы Красной Армии Великие победы Красной Армии Но если вы внимательно посмотрите на эти цифры Они с вами заговорят Начнете сравнивать друг с другом Начнете сопоставлять с окружающей обстановкой Которая на тот момент на фронте находилась И вы поймете, что эти мертвые, казалось бы, цифры Могут многое вам сообщить Вот, например, 13-я воздушная армия Самый левый столбец Бомбардировочная авиация 13-й воздушной армии Представлена одной бомбардировочно-авиационной дивизией Но мы видим В составе этой бомбардировочно-авиационной дивизии Всего один бомбардировочно-авиационный полк На следующем слайде Где показан будет численный состав Вы увидите, что в составе этого полка Всего пять самолетов-бомбардировщиков Пе-2 То есть полк на бумаге существует По факту Ни одного боевого вылета Этот полк неполного состава В ходе операции «Искр» не сделал Далее Дивизия штурмовой авиации Двухполкового состава Ну, слава богу, хоть что-то Истребительная авиация Это один истребительно-авиационный корпус Это второй гвардейский истребительно-авиационный корпус Который входил в состав Ленинградской армии ПВО Вы понимаете, что по специфике Своего боевого применения Эта авиация ПВО Могла использоваться только для Прикрытия сухопутных войск В ходе операции Но не для каких других задач А задачи фронтовой истребительной авиации Должна была решать 275-я истребительная дивизия В которой номинально входило Три истребительных полка Но по факту В состав этих трех истребительных авиационных полков В них насчитывалось К началу операции 30 истребителей То есть возможности по сопровождению Штурмовой дивизии Двухполкового состава У этих тридцати истребителей Было минимальное количество Четыре смешанных авиационных полка Что это? Это полк Из одной эскадрильи истребителей старых типов И двух эскадрильей Ночных бомбардировщиков У-2 Каждая общевойсковая армия Обладала одним таким полком В операции от Ленинградского фронта Принимала участие всего лишь Одна общевойсковая армия 67-я армия И вот ее полк Должен был выполнять задачи Ночной бомбардировочной авиации Две разведывательных эскадрильи Вот такой состав Поэтому гораздо большим боевым потенциалом Как это ни странно может показаться Обладали военно-воздушные силы Балтийского флота Который находился В оперативном подчинении У Ленинградского фронта Там хотя бы в составе Бомбардировочно-авиационной бригады Было два бомбардировочных полка Это 1-й гвардейский миноторпедный Но они использовались В принципе Исключительно по ночам Честно говоря В силу малой эффективности Ночной авиации Я в меньшей степени Буду о ее действиях Рассказывать в этой лекции Но тем не менее 2-й полк 12-й гвардейский Ну он позже стал Тогда еще 73-й бомбардировочный Он был вполне полнокровным Один единственный штурмовой Морской авиационный полк 57-й И довольно таки Сильная группировка Истребительной авиации Пять истребительных авиаполков Из которых Один полк Был оперативно подчинен Ленинградской армии ПВО Три полка Могли использоваться Как для прикрытия Сухопутных войск Так и для сопровождения Ударных самолетов Что В значительной степени Усиливало возможности Ударной авиации Балтийского флота Ну Ночные бомбардировочные Подразделения Разведывательные В принципе Как у всех И Наиболее крупной Выглядит Группировка 14-й воздушной армии Которая входила В состав Волховского фронта Мы видим В ее составе Бомбардировочную Авиационную дивизию Двухполкового состава Один полк На Ил-4 Он также Летал только ночью И Один бомбардировочный Полк на Пе-2 И из резерва Ставки Прибыл еще 4-й гвардейский Бомбардировочный Полк на Пе-2 Таким образом Два дневных Ближнебомбардировочных Полка Зато Две полнокровные Штурмовые дивизии Одна Собственная 281-я Которая всегда Входила в состав 14-й воздушной армии И другая Прибыла накануне Операции Искра Из состава ВВС Калининского фронта 232-я Штурмовая дивизия Обе были Трехполкового состава Оба были Полностью укомплектованы Собственная Истребительно-авиационная Дивизия 14-й армии К началу Операции Искра Насчитывала Всего лишь 17 самолетов Истребителей Поэтому Находилась На доукомплектовании И в операции Не принимала Участие Вообще До 10-го Февраля 43-го года Вот Поэтому Вместо Были Приданы части Вместо Собственной Истребительной Авиации Был Второй Истребительно-авиационный Корпус Из резерва ставки Верховного Главнокомандования Двухдивизионного Состава Одна дивизия Двухполкового состава На Як-7 И одна дивизия Трехполкового состава На ЛАГ-5 Новейших Наших Истребителей То есть Вроде Как 5 полков 6 смешанных Авиационных Полков Но Непосредственно В операции Искры Принимали Участие Только Те полки Которые Были Закреплены За 2-й Ударной И 8-й Армиями Поэтому Были Определенные Нюансы Составом Этой Группировки А это Вот ее Численный Состав Можем Как говорится Оценить Что На кучу Дивизий Полков Всего 164 Дневных Бомбардировщиков В составе ВВС Всех Воздушных Армий ВВС Балтийского Флота Гораздо Больше Штурмовиков Но Обратите Внимание 14-й Воздушной Армии 164 Штурмовика И только Лишь 117 Истребителей Эта Проблема ВВС Волховского Фронта Существовала Еще летом 42-го Года Во время Второй Синявинской Операции Когда Не могли Обеспечить Достаточным Несли тяжелые Потери В воздушных Боях Эта Диспропорция Как видите Сохранилась И в ходе Операции Искра Всего В общем Почти 800 Боевых Самолетов Ну Включая Ночные Бомбардировщики Без них 700 Получается Боевых Самолетов Авиация Противника Ну Бомбардировочная Штурмовая Авиация Довольно Таки Скромные Были Потому Что На тот Момент К началу Операции Искра Это Был Сравнительно Тихий Участок Советско-германского Фронта И Значительная Часть Ударных Соединений Из состава Первого Воздушного Флота Были Стянуты К району Великие Луки Где Бомбардировочные Эскадры Использовались Для снабжения Осажденного Гарнизона Великих Лук И нанесения Бомбардировочных Ударов Для Обеспечения Немецкой Попытки Деблокировать Гарнизон Великих Лук Но Было Две Группы Истребительной Авиации Одна Первая Группа 54 Истребительной Эскадры Находилась На аэродромах Красногвардейской Сиверской Непосредственно У Ленинграда И Вторая Группа Находилась На аэродроме Рельбицы На Демянском Направлении И Прибыла Лишь На третий День Проведения Операции 14 Января Поэтому Первоначальное Соотношение Было Как видим Вполне В пользу Советской Авиации Какие же Задачи Должна Была Решить Авиация В ходе Операции Искра Советская Главная Задача Которая Возлагалась Это Нанесение Бомбардировочно Штурмовых Ударов По важнейшим Узлам Сопротивления И коммуникациям Противника То есть Ну Я не буду Сейчас Повторять Предыдущих Я думаю Выступающие Вам вполне Обрисовали Какой Укрепрайон Был создан В этом Так называемом Бутылочном Горлышке Выходившим К Ладожскому Озеру Большое Количество Опорных Пунктов В рабочих Поселках Которые Там Находились Которые Имели Круговую Оборону И В этих Опорных Пунктах Находилась Артиллерия И Минометы Ну И Когда мы Говорим Удары По коммуникациям Противника Было четкое Сознание Того Что После Начала Операции Противник Начнет Перебрасывать Резервы Поэтому Нужно Изолировать Район Боевых Действий Не допустить Подход Авиации Противника Это Мыслилось Как Нанесение Дневных И ночных Бомбардировочных Ударов По Железнодорожным Станциям И Дневные Действия Штурмовиков По Тем Колоннам Которые Будут В направлении Линии Фронта Двигаться Недопущение Переброски Резервов Район Прорыва О чем Я сказал И Прикрытие Ударных Группировок Фронта От Ударов Немецкой Авиации Какие Задачи Ставила Перед Собой Немецкая Авиация Документа По этому Поводу Я Честно Говоря Не Обнаружил Но По Характеру Действий Эти Задачи Вырисовываются Достаточно Четко Что Главной Задачей Это Была Вот Если У нас У Истребителей Задача Прикрытие Ударных Группировок То У немцев Не Прикрытие Своих Ударных Группировок А борьба За Господство В воздухе Над полем Наземного Сражения То есть Постоянная Высылка Истребителей В район Ведения Наземного Сражения Попытаться Воспрепятствовать Воздействию Советской Авиации На немецкие ВСК Захватить Господство В воздухе Уничтожить Достаточно Большое Количество Советских Самолетов И тем Самым Обеспечить В дальнейшем Чтобы немецкие Войска Не подвергались Бомбардировочным Штурмовым Ударам Во вторую очередь Нанесение Бомбо-штурмовых Ударов Своей Авиации По районам Сосредоточения Советских Войск Для наступления Авиационная Поддержка Контратак Нанесение Ночных Бомбовых Ударов По Ленинграду Объектам Дороги Жизни Тыловым Железнодорожным Станциям Волховского Северо-Западного Фронтов Ну и Та задача Которая Возникла По ходу Проведения Операции Искра Это снабжение По воздуху Окруженных Войск Поскольку Директива Проведения Операции Искра Была Отдана Еще 8 декабря То На подготовку Было Более Месяца Что в общем-то Не характерно Для операции Того времени Поэтому В принципе Можно было Успеть Подготовиться Что В подготовку Советской Авиации К операции Что она В себя Включала Пожалуй Самая Главная Заслуга Вообще Советской Авиации В операции Искра Это Воздушная Разведка И вскрытие Системы Обороны Противника Только 13-я Воздушная Армия Ленинградского Фронта До начала Операции Искра Отфотографировала 2015 Квадратных Километров Местности И создали Сплошные Фотопланшеты Всей территории Через которую Должно Было Проходить Прорыв Второй В частности В правом верхнем углу Кадра Вы видите Фрагмент Такого Фотопланшета Где Сфотографирован Замаскированный ДОТ Противотанковый РОВ То есть Полное Вскрытие Обороны Противника На Всю глубину Запланированных Действий Наших Войск Ну Естественно Прикрытие С воздуха Сосредоточения Войск Перед Операцией Организация Взаимодействия Между 13-й и 14-й Воздушной Армией Военно-воздушными Силами Болтфлота Для Организации Этого Взаимодействия Прибыл Генерал Авиации Ворожейкин Который Был Замкомандующего ВВС Красной Армии На тот Момент Ну И Были Созданы Прямые Каналы Связи Для Обмена Информацией Воздушной Обстановкой В районе Введения Наземного Сражения Между Обеими Воздушными Армиями Создание Оперативных Групп Воздушных Армий При Выносных Пунктах Управления Вот 67 И Второй Ударной Армии То есть Конкретно Тех Армий Которые Шли В прорыв Радиосетей Управления Истребительной Авиацией Что В общем-то Было Новым Словом По Сравнению С предыдущими Действиями То есть Вот Есть Выносной Пункт Управления На который Приезжает Командующий Армией При нем Находится Авиационный За боем Получать Какие-то Команды И Сигналы У этого Авиационного Командира Две Радиостанции Одна Радиостанция Обеспечивает Связь С аэродромами Своей Истребительной Авиацией Вот В частности На Выносном Пункте Управления 67 Армии Волховского Фронта Находился Полковник Троян Замкомандира 215 Истребительной Авиационной Дивизии Который Должен был Обеспечивать По По Иссутствие Немецкой Авиации Над полем Боя По одной Радиостанции Связь С аэродромами По другой Радиостанции Он мог Давать Команды Группам Советских Истребителей Которые Прилетали Для прикрытия Войск В район Линии Фронта И Направлять Соответственно Их На Немецкую Авиацию На Те Пункты Против которых Она пытается Действовать Направление Офицеров Связи Военно-воздушных Сил Дивизии Первого Эшелона Но Здесь Честно говоря Менее Благостно Картина Это рисуется Потому что Эти дивизии Первого Эшелона Эти офицеры Связи Были обеспечены Только проводными Средствами Связи И Максимум Что они Могли Сделать Это Для Формирования Плана На Следующий День Применения Авиации Передать Просьбы Командира Дивизии Чтобы Их Штаб Воздушной Армии Учел И При формировании Плана На следующий День Вот Против Какого-то Опорного Пункта Который Оказывает Наибольшее Сопротивление Там Большое Количество Самолетов Было Выделено То есть В режиме Реального Времени Эти офицеры Авиации На поле Боя Тем более Ударной Авиацией Никак Управлять Не могли Создание В частях Военно-воздушных Сил Запасов ГСМ И боекомплекта Из расчета На операцию Продолжительностью В семь Суток Что я Тоже Подчеркиваю На больше Она Не планировалась Факторы Повлиявшие На действия Авиации В ходе Операции Искра Ну Немножко Не по порядку Я расскажу В первую очередь Местность Тоже Я надеюсь Предыдущие Выступающие Отметили Что в районе Проведения Операции Искра Лисисто-болотистая Местность Достаточно Хорошо Позволяла Маскировать Войска Которые Оставлялись Там На дневке Например Находились На марше Маскировать Технику В лесах Поэтому Даже С учетом Этого Эффект Применения Авиации Против Войск В этой Лисисто-болотистой Местности Не мог быть Слишком Большим Ну Достигнутый Уровень Военного Искусства Советских Военно-воздушных Сил В принципе Мы об этом Уже Говорили Когда Обсуждали Предыдущий Слайд То есть Уже Были Не те Системы Взаимодействия Как в 41-м Году Где Можно Было Только Через Авиационного Представителя Получить Какую-то Информацию В течение Суток О том Что Происходит Уже Старались Внедрять Какие-то Новые Методы В частности Ленинградская Армия ПВО Имела Радиолокационные Станции Редут В направлении Проведения Операции И У нее Было Отработано Действие Истребительных Авиационных Полков 2-го Гвардейского Истребительного Корпуса ПВО По Наведению От Радиолокационных Станций Но Это Было Только В масштабах Этого Корпуса И Передано В оперативное Подчинение Этому Корпусу 3-го Гвардейского Истребительного Авиационного Полка ВВС Балтийского Флота В остальных Местах В частности На Волховском Фронте 67-й Армии Всем Должен был Управлять Этот Замкомандир Истребительной Дивизии Полковник Троян Который Находился На Выносном Пункте Управления Действиями Штурмовиков Режильными Реального Времени Не Руководил Никто Единственное Что Как Обеспечивалось Взаимодействие Между Сухопутными Войсками Авиацией Примерно Таким Образом Например Запланировано Командующим Армией Что Атака На следующие Сутки Начнется Ну Условно Говоря В 9 часов Утра Соответственно И Штурмовики Должны Отработать Там Основной Массой В 9 часов Утра Так Планировалось Там Авиационное Наступление Составлялся План График От отдельных Частей Но В реальности Все Оказывалось Иначе По Двум Другим Факторам На которых Мы сейчас Остановимся Несколько Подробнее Первый Фактор Технический Я приглашаю Моего Содокладчика Михаила Валерьевича Именно Сейчас Он Расскажет О Техническом Состоянии Советской Немецкой Авиации К моменту Проведения Операции Искра Здравствуйте Еще раз Друзья Ну По технике Сложность Ситуации Была Какой Вы Наверное Все Более Менее Понимаете В каком Стоянии Находилась Советская Авиационная Техника К началу Великой Отечественной Войны И Проблема Была В том Что Перейти От Техники Середины 30-х Годов К технике Уже Конца 30-х Годов Начала 40-х Мы Не Успели То есть 22 июня Мы К сожалению Не Успели Перевооружиться Даже Не то Что С поздних Типов 16 и 153 На Новейшие Истребители Як-1 Лаг-3 И МиГ-3 Но К сожалению Мы Даже От Ранних Типов 16 и 15 Бис Еще Не Избавились Своих ОВС Ну Скорее Для лета 41-го Года Нежели Для Зимы 42-го 43-го Года То есть Если Мы Берем Например ВВС КБФ То там Всего Лишь Один Полк Третий Гвардейский Летал На Истребителях Лаг-3 Которые К этому Моменту Тоже Были Уже Очень Устаревшими Остальные Части Летали Еще На И-16 И-153 Определенной Экзотикой Осталась Техника 12-й Истребительной Эскадрильи Которая Была Оснащена Истребителями МиГ-3 Которых Не выпускали Уже Целый год И Двигатели Не выпускали Целый год Тем не менее Что Характерно Все эти Самолеты Пошли В бой Да И еще 11-й Истребительный Полк Летал На И-15 Бис Целый Такая Ситуация Была То что Во-первых Мало Истребители Во-вторых Они еще Разнотипные Что Крайне Затрудняет Логистику Особенно В условиях Окруженного Города Ну и Вот Такая Ситуация 13-й Воздушная Армия И 7-й Авиакорпус ПВО Ну Второй Гвардейский Они В общем-то Не особо Лучше Не блистали Тоже Укомплектованностью Потому что 275-я Дивизия Имела Там Самое Лучшее Это Катихо И Як-1 Корпус ПВО Он там Тоже Был Весьма Разномастным Там И МИГ-3 У них Были И ЛАГ-3 И Кое-что Еще Было Вообще Отличным Например 26-й Гвардейский Аб Он Зимой Как раз 42-го 43-го Года Наконец-то Одну Эскадрилью Перевооружил На новейшие Истребители Харикей Ну Понимаете Иронию Да Вот Остальные Две Эскадрильи Летали На Чайках Поэтому Вот Со стороны Если Говорить Серьезно Ленинграда Оказать Серьезную Какую-то Поддержку Могли Действительно Три Полка Штурмовиков Ну И 73-й Пикирующий Бомбардировочный Полк В плане Истребительного Прикрытия Ну Крайне Тяжело Было И Можно Было В этой Ситуации Опираться Только На Героизм Мужество И Мастерство Советских Пилотов Истребителей Которые Готовились Прикрывать Войска 67-й Соответственно Да И В свою Ударную Авиацию Я просто Такой Еще Факт Что Вот Отмечается В отчете ВВС Балтийского Флота 57-го Штурмового Авиационного Полка Что Сопровождение Штурмовиков Было Выделено Две Эскадрильи Одна На И-16 Одна На И-153 От 71-го Краснознаменного Истребительного Полка И в воздухе На скоростях Свыше 250 Км В час Истребители Старых Типов От штурмовиков Отрывались Теряли их И не могли Сопровождать И были Вынуждены Дальше Бросать Штурмовики На произвол Судьбы Ну То есть Вот Если У ленинградской Группировки Проблема Была В том Что Разноцепится Очень Плохое Снабжение Запасными Частями Соответственно Проблема В том Что Просто Собрать Какие-то Группы Более-менее Вменяемые Для сопровождения Своих самолетов И Прикрытие Войск 14-я Воздушная Армия Она Как вот Мирослав Удварович Уже Упоминал Получила В общем-то Серьезную Силу Это Второй Истребительный Авиакорпус Он Был Сформирован Летом 42-го Года Немного Повоевал На Калининском Фронте И прибыл Из него К сожалению Извели Один полк Истребители Но он В пятиполковом Составе Прибыл Вся Техника Была В общем-то Новой То есть 215-я Дивизия Получила Истребитель ЛАГ-3 Три полка Было ЛА-5 А ЛА-5 Пардон Зарапортовался А 209-я Дивизия Имела Два полка Як-7 Б То есть Казалось бы Вся матчасть Более-менее Новая Проблема Была Отчасти С летчиками Потому что Как указано В отчете 14-й Воздушной Армии 40% Летчиков Не участвовал В боевых действиях До этого Ну и Опять же Когда мы Говорим Новейший Новый Советский Истребитель ЛА-5 Или Як-7 Надо понимать Что Это Самолеты Были Созданы Летом 42-го Года Но Их Боевые Характеристики Уже На тот Момент Не соответствовали Новейшим Немецким Образцам То есть Наверное Многие Смотрят Наш канал И видели Лекции С Геннадий Павловичем Серовым Он Недавно Выложил Драматичную Лекцию О том Как Две Дивизии Опять же Укомплектованные ЛА-5 И Як-7 Б Попали В августе 42-го Года Под Сталинград И какие там Перипетии Были То есть Немецкая Истребительная Авиация Оснащенная Истребителем МЕ-109 Ж2 И Уже Появившимися Тогда Довольно Массово Фокивольф 190 А5 Она И А4 Она К сожалению Превосходила По техническим Характеристикам Советскую Истребительную Авиацию Ну На голову То есть Примерно Ну Чтобы вы понимали Разница В скоростях Была где-то Ну В районе 100 км в час То есть Если немецкие Машины Уверенно Летали На 60 км в час То наши Ну 500 Выдавали Что ЛА-5 Что И К-7 Б По вооружению Опять же Тоже Ну Критическая Была разница Если Ну Фокивольф 190 Новейший Вооружались Четырьмя пушками То есть Это вообще Беспрецедентная Огневая мощь То Соответственно Советские Самолеты Ну ЛА-5 Имел Два орудия Швак Причем Они были Ну Не такие Мощные Как немецкие МГ-151 Истребитель Иэкси-МБ Был тоже Хорошо вооружен В общем-то Одно Пушка Швак Два Пулемета Березина 12,7 Миллиметров Но Немцы Широко Практиковали Во-первых Подвешивание Под место 9G Два Комплекта Пушек То есть У них Получалось Они Трехпушечные И поэтому Тоже В плане Вооружения У нас Были Определенные Проблемы Но И опять же Ничего Не могло Компенсировать Превосходство Немецких Самолетов В скорости Этим Немецкие Летчики Очень активно Пользовались И Вот На Снимке Видно Это Захваченный Севший На Лед Лазарского Озера В районе Шлиссбурга Немецкие Истребители Второй Истребительной Эскадрильи 54-й Истребительной Эскадры Фокевольф 190 А4 Пилот Там Из-за технической Неисправности Пострелил Лопасти Винта Самолет Был Посажен И вот Первый Фокевольф Который Попал В руки Советских Специалистов В более Менее Технически Исправном Состоянии Его потом Испытывали Получили Ряд Данных Но к сожалению Опять же Из-за этого Прострела Винта Там Были проблемы Так и не смогли До конца Определить его ТТХ И поэтому На лето 43-го года У нас опять же Не было полного Понимания ТТХ Немецких Истребителей Такого типа И вот Ну Даже Казалось бы Бросив Такой кулак В виде Второго Истребительного Корпуса А он был Очень неплохо Укомплектован Минкомандным Составом Там было Очень много Кадровых Хороших Специалистов Даже Асов Советских Предвоенного Периода Корпусом Непосредственно Командовал Генерал-майор Авиации Благовещенский Герой Советского Союза 215-й дивизии Вообще Командовал Дважды Герой Советского Союза Кравченко Один из Двух людей В ВС Красной Армии Вообще В Красной Армии Получившие Звание Дважды Герой Советского Союза Ну и На уровне Командиров Полков Тоже были Опытные Командиры Специалисты Своего дела Прекрасные Летчики И вот Если взять Например 209-ю дивизию Там был Первый Гвардейский Авиационный Полк В 215-й дивизии Был второй Гвардейский Авиационный Полк То есть Казалось бы И по подготовке В общем-то Большей части Личного состава Вопросов Не очень много Было Но к сожалению ТТХ Матчасти Приводило к тому Что мы несли Тяжелые потери В воздушных Боях Вот например Тот же Первый Гвардейский Полк Вот это Як-7 Его непосредственно Разбитый В период Операции Искры Потерял 16 самолетов И Несколько Очень опытных Пилотов Вот к сожалению Погибли В один день 23 января 43 года Командир Полка Это Петр Трофимович Логовинов И его Заместитель Александр Александрович Тормозов Очень Два Опытных Пилота Командир Полка Оба С довоенной Выучкой 30-летней 10 лет Прослужившей До войны В ВВС Логовинов Был выходец С ПВО Москвы Командовал Эскадриль Еще до войны В 11 ЭАП Там проходили Испытания Первых Их один У него Гигантский Был опыт Полета На этих Самолетах Тормозов Тоже был Прекрасный Летчик Выходец Коренной Из Первого Гвардейского ЭАП Он с Дальнего Востока Прибыл Воевал С 41 С лета Был Очень Подготовлен Очень Опытным Летчиком К сожалению Даже Такие Пилоты Не могли В ситуации Когда Противник Имел Превосходством Отчасти Реализовать Свои Наработки Свой Опыт Своё Мастерство Ну и В общем-то Всё Спасибо Но не менее Важное Значение На всё Происходившее В воздухе В ходе Операции Искра Оказывали Погодные Условия Вот Вы видите Что собой Примерно Представляла Погода Но я вот В качестве Её Демонстрации Привёл Подневное Количество Самолётов Вылетов Военно-воздушных Сил Краснознамённого Балтийского Флота Как именно Погода В этот Период Этих 18 дней Колебалась Было Два Пришедших Севера Антициклона Первый Антициклон Начал Входить В зону Боевых Действий 12 Января Он Характеризовался Тем Что небо Расчистилось Температура Резко Опустилось Облачность Которая В первый день Проведения Операции Искры 10 баллов От 400 До 600 Метров Высота Нижней кромки Облачности Над землёй Стало Высокое Чистое Ясное Небо Благодаря Чему 14 и 15 января Вы видите Было совершено Достаточно Большое Количество Самолётов Вылетов После этого Антициклон Уходит Опять Начинается Оттепель Опять Начинается Облачность Осадки То снег То дождь Поэтому 16 и 18 января Небольшое Количество Самолётов Вылетов А 18 19 20 21 В течение 4 дней Фактически Господствует Нелётная Погода Которая Мешает Авиацию Применять Вовсе Затем Появляется Второе Антициклон Благодаря Чему 22 января Улучшение Погоды 23 и 24 января Опять Абсолютно Чистое Небо Температура Минус 25 градусов Никаких Облаков Никаких Осадков Авиация Летает Максимально Возможное Количество Самолётов Вылетов И после Этого Опять Погода Идёт На спад 25 26 27 Января Ещё Авиация Летает 28 Января Нелётная Погода 29 Января Ограниченно Лётная И 30 Января Последний День Проведения Операции Ноль Самолётов Вылетов Но Достаточно Сопоставить С количеством Самолётов ВВС Балтийского Флота Чтобы понять К чему Это приводило В авиации Балтийского Флота Было 232 Самолёток К началу Операции Соответственно Один единственный День 24 Января Было Произведено Вылетов Больше Чем Наличествовало Самолётов На 232 Ну Уже К тому Моменту Их было Не 232 Но Тем не Менее Мы берём Эту цифру За основу На 232 Самолёта 247 Самолётов Вылетов В остальные Все дни Как видите Эта цифра Не дотягивала И в целом Первый день Наступления Да Ещё Прикрытие И в случае Встречи С истребителями Противника Должны были Уходить В облаках Почему Это делалось Ну я думаю Очевидно Потому что Полёты Большой группой Да ещё С истребительным Прикрытием В условиях Такой Низкой Высоты Нижней кромки Облачности Скорее всего Приводили бы К столкновениям Самолётов В воздухе То же самое Происходило И у штурмовиков При высоте Нижней кромки Облачности Ниже Чем 400 метров Перестали Штурмовики Использоваться Группами 4-6 штурмовиков Начинали Использоваться Парами Которую Сопровождало 2-4 истребителя И вот Именно В первый день Погода Была Где-то Вот Колебалась На этом уровне Было Если мне память Не изменяет 6 групповых Ударов Штурмовиков 13-й Воздушной Армии И 7 групповых Ударов Штурмовиков ВВС Балтийского Флота Ну Много Или мало 7 ударов Я думаю Вы понимаете Что этого мало Потому что Пытались Подавить Все опорные Пункты Не только На первой Позиции Противника Но и в глубине Обороны Поскольку Из этих Опорных Пунктов Велся Артиллерийский Огонь Вставилась Неподвижная Огневая Завеса Перед фронтом Наступления Советских Войск Которая Конечно Мешала Прорыву 14-я Воздушная Армия Хотя Имела 164 Штурмовика Налицо К началу Операции По погодным Условиям Смогла Существить Только Лишь 40 Самолетов Вылетов При этом Попытались Атаковать 29 Целей Но Огромное Количество Групп Штурмовиков По погодным Условиям До цели Вообще Не дошло Поэтому Эффект Как вы Понимаете От применения Авиации Был Не очень Большим Дальше Вот Опять же Если мы Посмотрим 13-ю Воздушную Армию Из 159 Самолетов Вылетов 102 Это Прикрытие Своих Войск В то Время Как Немецкая Ударная Авиация Не действовала Вообще То есть Когда мы Смотрим На общего Количество Самолета Вылетов Мы Видим Что Непосредственно Ударная Составляющая И сопровождение Ударной Составляющей Всегда Оказывалось Практически Меньше Чем Количество Вылетов Совершенных Зачастую Впустую На прикрытие Своих Войск В то Время Когда Бомбардировщики Противника Над полем Боя Отсутствовали Теперь Ход боевых Действий В последующие Дни Ну Я думаю Что Те Кто вам Рассказывал Сегодня Утром О общем Ходе Операции Искра Сообщили О том Что Буквально В первый День Благодаря В основном Артиллерийской Поддержке Большого Успеха Достигли Выска Ленинградского Фронта Действовавшая На направлении Главного Удара 136 Стрелковая Дивизия И К концу Дня Был захвачен Плацдарм На другом Берегу Реки Невы Который Был Шириной 5 Км В глубину До 3 Км В то время Как Произведшее Большее Количество Самолетов Вылетов Волховский Фронт Смог занять Только рощу Круглая А на остальных Всех Участках Прорыва Его Продвижение Войска Граничивалось Глубину До 500 600 метров То есть Авиация Которая Не смогла Из-за погоды Провести Большое Количество Самолетов Вылетов Она В общем Ничем Не могла В данном Положении Помочь Но Последующие Дни Как мы Уже Тоже Отмечали Погода Начала Меняться К лучшему Количество Самолетов Вылетов Расти И вот 13 января На второй День Противник За ночь Перегруппировал Против Участка Прорыва Ленинградского Фронта 96 Пехотную Дивизию Ее Атаку Поддержала Рота 502 Тяжелого Танкового Батальона Где в том Числе Были Танки Тигр В результате Получившегося Сражения 268 Стрелковая Дивизия Ленинградского Фронта Не выдержала Удар Немецкой Пехоты Поддержанной Танками И откатилась Создав Угрозу Флангом 136 Дивизии Которая Действовала На направлении Главного Удара Я специально Тщательно Изучал Оперативные Сводки И ВВС Ленинградского И Волховского Фронта Была ли Какая-то Реакция На действия На вот этот Немецкий Контрудар Который Оказывал Очень Ну Создавал Большую Угрозу Флангу Ленинградского Фронта Оказывается Нет Все Ударные Вылеты Штурмовиков Были Нанесены Против Батарей Находившихся В опорных Пунктах И только Лишь Две Группы Штурмовиков Отработали Одна По району Шоссе На подходах К рабочему Поселку Номер 6 И другая На подходах К станции МГА То есть Достаточно Далеко От линии Фронта Создается Впечатление О том Что В штабах 13-14 Воздушной Армии Вообще Плохо Представляли Где Проходят На тот момент Линия Фронта И Старались Отправлять Штурмовики Подальше От линии Фронта Чтобы они Ненароком Не нанесли Удар По своим Наземным Войскам Ну и О том Что не было Никаких Передовых Авиационных Наводчиков И собственно Говоря Дать Какое-то Целеуказание Штурмовикам Если бы Даже И захотели Нанести Удар По немецким Танкам С воздуха Таких Механизмов Еще в Январе 43-го Года Не было Об этом Мы тоже Уже Говорили Но Тем Не Менее Одна Группа Штурмовиков Та Которая Отработала По колонии В районе Рабочего Поселка Номер 6 Как это Выясняется Из немецких Документов Под удар Попал Как раз Штаб Немецкой 96-й Пехотной Дивизии Где В результате Штурмовки Нашей Авиации Погибло 20 Человек Ну Надо Думать В том числе И штабных Офицеров Это Такой Один Из Наиболее Крупных Успехов Тактического Характера Которая Достигла Наша Авиация В ходе Операции Искра Но В то же Время Необходимо Отметить Что буквально С первого Дня Несмотря На Вот эти Довольно Таки Скверные Погодные Условия Очень активно Стала Действовать Немецкая Истребительная Авиация Буквально В первый Же День Операции Искра Первая Группа 54-й Эскадры Отдельные Пилоты Осуществили До 4 Самолетов Вылетов Мы говорили Если у наших Пилотов 5 самолетов Вылетов Получалось В месяц У отдельных Немецких Пилотов Получалось До 4 Самолетов Вылетов В день И вот Эта Погода Которая Заставила Нашу Авиацию Разбиться На мелкие Группы На отдельные Пары Штурмовиков И бомбардировщиков Она Очень благоприятствовала Немецким Истребителям Которые Хотя и численно Уступали Советской Авиации Но в районе Конкретного Воздушного Боя Четверка Немецких Истребителей Против пары Советских Штурмовиков Прикрытой Парой Истребителей Вполне Могла Нанести Тяжелые Потери И в общем-то О потерях Мы еще Поговорим Дальше В общем Все эти Дни В наших Отчетах Отмечалось Что практически Ни одного Удара По немецким Войскам Не удается Наносить До того Чтобы На подходе К цели Или сразу После выхода Из атаки Наша ударная Группа Штурмовиков Как правило Не подверглась Атаке Мистершмиттов Ну 15 января Был Можно сказать Была кульминация Этого Всего сражения После этого Погода Пошла на спад Вот 16 января Произошел Тут случай О который Говорил Михаил Валерьевич То есть Немецкий Истребитель На котором Не работал Синхронизатор Сам себя Отстрелил Лопасти винта Совершил Вынужденную Посадку На лед Ладожского Озера Благодаря чему Окончательно Стало понятно Какие истребители Применяет противник Против нас Ну и Последующие дни Благодаря В основном Поддержке Артиллерии Наши части Наземные Продвигались Вперед Коридор Который В районе Рабочего поселка Номер 5 Существовал По снабжению Тех немецких войск Которые Продолжали Пытаться Удерживать Шлиссельбург Он сусился до километра Уже снабжение По нему Нормально Осуществляться Не могло Полностью Простреливалось Все советской Артиллерией Сам рабочий Поселок Номер 5 По 5-6 раз В день Подвергался Ударам Штурмовой Авиации В связи с чем Немцам уже В ночь На 16 января Пришлось Задействовать Свою авиацию Для того Чтобы снабжать Вот эти вот части Которые Немецкая Бомбардировочная Авиация Делала До 80-90 Вылетов Для снабжения Этих войск Но Последующие дни Именно Из-за наступления Нелетной погоды Вот Самый Кульминационный День Операции Искр 18 января Когда наконец-то Встретились Войска Волховского И Ленинградского Фронтов В районе Рабочего Поселка Номер 5 Авиация Никак В этот день Действовать Не могла Вообще И То что Произошло Это соединение Это в первую очередь Заслуга Действительно Наземных частей И артиллерии Которая их поддерживала И в том числе Из-за невозможности Применить Авиацию Во многом Немецким войскам Бросившим Тяжелое вооружение Остатком 227-й Пехотной дивизии Которая Обороняла Шлиссельбург Удалось Прорваться Через боевые Порядки наших войск Авиация Их накрыть не могла Вот До 8 тысяч Немцев К сожалению Смогло Вырваться Из кольца окружения И выйти на Соединение К своим войскам Ну Последующий период Нелетной погоды До 22 января Мы рассматривать Не будем Подведем Общие итоги Боевой работы Авиации Цифры как бы Говорят Сами за себя У 13-й армии Бомбардировщики Не летают 76 вылетов Штурмовиков При том Что мы говорим О пяти днях Вы понимаете Что 76 Деленное на 5 Это примерно 15 самолетовылетов Штурмовиков На всю 13-ю воздушную Армию В день А вот ВВС Балтийского Флота Где был Один единственный Штурмовой полк Делает столько же Вылетов Сколько штурмовая Авиация 13-й воздушной Армии У меня Вообще При изучении Документов Тоже создалось Впечатление Что На те части Которые были Приданы 13-й воздушной Армии Это ВВС Балтийского Флота 14-й воздушной Армии Это вот Второй истребительный Корпус 232-я штурмовая Дивизия На них Старались Переложить Наибольшую Боевую Нагрузку А свои родные Авиационные части Беречь Посылать их Поменьше Тоже такое Имело место быть Ну и в остальном Вы видите Тоже картина Что делается Большое количество Вылетов На прикрытие Войск Подавляющее Большинство Этих вылетов Не заканчивается Встречами с противником Зато почти Каждый Вылет Штурмовиков С истребителями Сопровождения Ими заканчиваются В связи с этим Большое количество Воздушных боев Ну и В общем и целом За вот этот Первый период Операции Искра Применения Авиации Мы видим Общее количество Самолета Вылетов Произведенных Советской Авиацией Без малого 2000 Немецкой Около 500 Мы сделали В 4 раза Самолета Вылетов Больше Что отчасти Видимо Обеспечивало Успех Но в то же Время Теперь поговорим И неприятным Какие потери За этот Первый период Были понесены Ну 13-я Воздушная Армия Летала Мало И потеряла Мало Авиация Балтийского Флота Летала Чуть побольше И потеряла Чуть побольше А вот Потери 14-й Воздушной Армии Они были На фоне Этих Потерь Ну Можно даже Назвать Беспрецедентными 68 самолетов Из 103 Потерянных Советских Самолетов В этот Период Приходится Именно На 14-ю Воздушную Армию И что Характерно Потеряно 39 штурмовиков То есть Если всего Было 800 самолетов Советских К началу Операции Из них 100 самолетов Потеряно За первых 6 дней Ну то есть Каждый Восьмой То для Штурмовиков 14-й Воздушной Армии Уже Потерян Получается Каждый Четвертый 39 Из 164 И Достаточно Большое Количество Как видим Мы Сбиты Из них Воздушных Боях Ну и Второй Этап С 22 По 27 Января В принципе Задачи Продолжаются Выполнять Все те же Но Ситуация На наземном Фронте Значительно Изменилась После того Как 18 Января В районе Рабочего Поселка Состояла Встреча Двух Фронтов Дальше Медленное Продвижение Войск Ленинградского Фронта С одновременными Многочисленными И неудачными Попытками Ну к сожалению указка не работает Но вот Если обратите внимание На вот это вот бутылочное горлышко На берег реки Невы Вот такой вот незанятый нашими войсками Выступ Где Второй и краткое написано Да Это второй городок Имени Кирова Большое количество атак на этот второй городок Имени Кирова И они Безуспешны Позже Лишь в начале февраля Немцы вот этот вот выступ Оставили И от московской Дубровки По направлению К рабочему поселку Номер 6 Спрямили линию фронта Уже рабочий поселок Номер 6 И далее На восток Вот Синявинские высоты С населенным пунктом Синявина Это все уже полоса Волховского фронта Который все эти дни Продолжает решительно штурмовать Синявинские высоты Но максимум На что хватает Усилий Это взять Железнодорожную станцию Синявина Но не сам поселок Синявина Где уцелел К тому моменту Всего один единственный дом И Синявинские высоты Остаются за противником Противнику удается Удержать Линию фронта Таким образом Что Ленинград соединен Со страной Всего лишь Восьми километровым По ширине коридором Который целиком И полностью Простреливается Немецкой артиллерией По которому В этот момент Интенсивно строится Дорога Для связи с страной Для того Чтобы подкрепить Свою сухопутную группировку Ко второму этапу операции Немецкое командование Перебрасывает Достаточно большое количество Частей Как мы говорили С 14 января Вторая группа 54-й истребительной эскадры Уже действует Против ВВС Волховского И Ленинградского фронтов Перебрасывается Из Германии Третья группа Первые бомбардировочные эскадры Возвращается Под Великих Луг Третья группа 53-й бомбардировочные эскадры На Хенкелях 111 Перебрасывается еще Ряд подразделений И Даже из Заполярья Перебрасывается Три эскадрильи И штаб Пятой эскадры Пикирующих бомбардировщиков Которые до этого Там на протяжении года Воевали с союзными конвоями И Мурманским портом Вот эти вот все части Начинают Активно действовать Против наших войск Бомбят районы Сосредоточения Тех войск Которые пытаются Переходить в атаку В связи с этим С 23 января Подвижение Войск Ленинградского фронта Останавливается И они практически Не ведут крупных наступлений Волховский фронт Пытается Наступать крупными силами Каждый день Но продвижение Исчисляется К сожалению Сотнями метров И немецкая авиация Принимает в этом участие Погода На протяжении этого периода С 22-го 27 января Как мы уже говорили Всего лишь два дня С неограниченными Летными условиями Остальное Опять же Высота нижней кромки Облачности 400-600 метров Наши штурмовики С таких высот Действуют против Опорных пунктов Немцев в районе Синявина Рабочего поселка Номер 6 Второго городка На этих малых высотах Они Естественно Легко поражаемые цели Для немецкой Зенитной артиллерии Вторая Зенитно-артиллерийская Дивизия Люфтваффе Принимает участие Во всем этом Ее вот Зенитное орудие Вы видите На одной из фотографий Поэтому Авиация Наша К сожалению Несет и большие потери От зенитного огня Ну и в целом Ко второму этапу Операции Наша авиация Подошла ослабленной На 100 самолетов А немецкая Усильной За счет перевода Большого количества Бомбардировочных Авиационных групп На этот участок фронта Поэтому результаты К сожалению Соответствующие Вот боевая работа Как видите Уже мы видим Общее количество Самолета вылетов Произведенных Советской авиацией 2200 Но к сожалению Не удалось найти Точных данных По 14 воздушной армии Поэтому цифры Немного приблизительные Также приблизительные Оценочные цифры По количеству Самолета вылетов Немецкой авиации 850 Фактически 13-14 воздушная армия За эти дни Зафиксировали 1132 самолета Пролета Но если учитывать Что одни Линия фронта Была Ну и вообще Полоса наступления Была небольшой И самолеты Могли входить В одновременно Воздушное пространство Один и тот же Самолеты 13-14 армии Какое-то количество Конечно Самолета вылетов Дублировалось Поэтому Я цифры уменьшил До 850 Но в любом случае Мы видим Что уже ни о каком Четырехкратном Превосходстве По количеству Самолета вылетов На втором этапе Речи не идет Чуть больше Двухкратного Ну и результаты Боевой работы Уже Подводя итоги Применения Авиации В операции В отчетах Воздушных армий Вот слева Вы видите Весьма характерные Рисунки Там перечисляется Количество Соответственно Уничтоженных Автомашин Там Разогнанные Пехоты Подавленных Артиллерийских батарей И так далее Но более объективно На мой взгляд Является все-таки Расход боеприпасов Авиационных Что с этим вопросом Цифры На таблице Справа 13-я воздушная армия 143 тонны Это включая Ночные бомбардировщики Примерно Надо Так Учитывать Что 60% От этой Сброшенной Боевой нагрузки Сброшены днем И 40% Ночью Ночью К сожалению Если войска Соблюдают Светомаскировку Эффективность Бомбометания Резко Снижается ВВС Балтийского флота 361 тонна ВВС 14-й армии 496 Почти 500 тонн И в сумме 1000 тонн Боевой нагрузки Сброшено За эти 18 дней Много Это или мало Ну Тяжело сравнивать Несравнимые вещи Ну например Немецкая авиация При штурме Севастополя В июне 42-го года Сбросила 23 тысячи Тонн бомб Здесь 1000 При том Что территория Намного больше Соответственно Конечно Большой роли Она играть Не могла Ну и Противник Оценочно Сбросил Около 400 тонн Боевой нагрузки Если считать Вылеты Бомбардировщиков Немецких А мы видим Что на втором Этапе Операции Немецкие Двухмоторные Бомбардировщики Только днем По нашим Войскам 85 Самолетов Вылетов Произвели Одномоторные Юнкерсы И Мистершмитты 110 160 Самолетов Вылетов Отмечалось Что в отдельных Случаях До 27 Бомбардировщиков Противника Действовало По боевым Порядкам Наших войск Что бомбардировщики Противника Штуки Поддерживают Немецкие Контратаки То есть Атака Производится Сразу После налета Штук При этом Немецкие Передовые Авиационные Наводщики Четко Наводят На конкретные Цели Свои Пикирующие Бомбардировщики Соответственно Эти контрудары Зачастую Наносили нам Большие потери И имели Определенный Успех Поэтому В общем-то Цифра Сброшенной Боевой Нагрузки Она Ну Грубо говоря Сопоставима Хотя Вроде как Самолета Вылетов Мы произвели Гораздо Больше Ну и Потери Авиации Сторон За Январь 43-го Года Наверное Самое Неприятное То о чем Приходится Говорить Потому что Регулярно Это является Предметом Различных Обсуждений Сколько Там Какое Соотношение Потерь В воздухе Было Там В воздушных Боях И так Далее Берем Данные Только Из документов Каждый Из сторон 13-й Воздушной Армии Отчет ВС Балтийского Флота Оперативные Сводки Подневный Подсчет Отчет 14-й Воздушной Армии Сумма 198 Потерянных Самолетов Из них Видим В воздушных Боях 65 И 94 Самолета По неизвестным Причинам Или по Техническим Причинам Вот от Этой Цифры Примерно Половину Можно смело Брать и Добавлять К потерям Воздушным Боям Что В сумме Нам дает Около 100 Советских Самолетов Погибших За этот 18-дневный Период В воздушных Боях Цифры Потерь Немцев Взяты Из Оперативных Сводок Первого Воздушного Флота Которые За этот Период Сохранились И Докладов Генерал-Квартермейстера Люфтваффе Цифру Можно считать Достаточно Объективной Вы Видите Что В общей Сложности За период Операции Потеряно 11 Самолетов В том Числе Два Официально В воздушных Боях Пять От Зенитной Артиллерии Четыре По Неизвестным Или Техническим Причинам Включая Тот Несчастный Фоке Вольф Какие Выводы Из всего Этого Мы Можем Сделать Ну Собственно Я их Вывел На слайд По ряду Причин В первую Очередь Из-за Погодных Условий Авиация Не Сыграла Да и Не могла Сыграть Большой Роли В ходе Операции Искра Почему Во многих Докладах И исследованиях В последней В частности Книге Вячеслава Мусунова Там Слово Авиация Вообще Я ставил Специально На поиск Электронную Версию Приобрел На Литресе Пять раз Всего Встречается То есть Он Таким Образом Тоже Оценку Действия Авиации Дал Советская Авиация Все-таки Смогла Обеспечить Выполнение Задач Первого Этапа Операции Потому Что Несомненно Какое-то Количество Батарей Было Подавлено И даже Уничтожено И вот Успешный Налет На штаб 96 Пехотной Дивизии Смогли Обеспечить Выполнение Задач Первого Этапа Но Ко второму Этапу Подошла Ослабленная И не смогла Выполнить Поставленных Задач С учетом Тем более Усиления Группировки Люфтваффа Немецкая Авиация В то же Время Все-таки Не смогла Оказать Аффективной Поддержки Своим Наземным Войскам На первом Этапе Операции Потому Что Если бы Такая Группировка Бомбардировочная Авиация У немцев Участвовала Изначально И появилась Хотя бы К третьему Дню То Вполне Возможно Немцы Могли бы Купировать Каким-то Образом Прорыв И Встречное Движение Войск Ленинградского И Волховского Фронтов И не потерять Свои позиции Авиация В целом Уже К январю 43-го Года Была Ослаблена Предыдущей Войной На Восточном Фронте Но На втором Этапе Операции После того Как она Была Усилена Она Смогла Обеспечить Удержание Позиции По линии Второй Городок Рабочий Поселок Номер 6 Синявина Гайтолова Немецкая Истребительная Авиация Не смогла Захватить Господство Воздухе Над полем Боя Наземного Сражения Но Все же Нанесла Чувствительные Потери Советским Военно-воздушным Силам Ну и Опыт Накопленный В ходе Операции Искра Явился Важным Подспорьем Для дальнейшего Совершенствования Тактики Родов Авиации И оперативного Искусства Советских ВВС В целом Уже В 44-м Году Штурмовики Применялись Передовыми Авиационными Наводчиками Собственно Еще В ходе Операции Искра В отчете 13-й Воздушной Армии Написано Что впервые Попытались Использовать Такой метод Штурмовое Патрулирование То есть Когда Одна четверка Штурмовиков Сменяется Другой Ищет себе Цель Ну вот В направлении Какого-то Локального Участка Наземного Боя Ищет Сама себе Цель Наносит По ней Удар И сменяется Там в течение 5-10 минут Следующей группы Штурмовиков Но Такой Если в ходе Операции Искра Даже и Происходило То Буквально На протяжении Каких-то Может быть Одного Двух Часов Потому что Общее количество Самолетов Вылетов Вы видели Там Если 15 Самолетов Вылетов Штурмовиков В день То конечно О каком Штурмовом Патрулировании Тут могла бы Ити речь Поэтому Это было Больше Идеей На будущее Которая Была уже Реализована В 44-м Году В том числе В ходе Операции По окончательному Снятию Блокады Ленинграда Я собственно Все Что хотел сказать Сказал Благодарю За внимание Ну и с удовольствием С Михаилом Валерьевичем Ответим На ваши вопросы Да Абсолютно верно Я думаю Будет справедливо Если мы зададим Вопрос И Мирославу Эдуардовичу И Михаилу Валерьевичу Мирослав Спасибо За интересный Доклад Вот вопрос Не знаю К вам Или к Михаилу Вот вы упомянули Что в нелетную погоду Не очень хорошую погоду У нас там совершали Очень мало вылетов Там А немецкие Немецкая авиация Совершала До там Четырех Вылетов На один самолет В день А наши так не могли Вот почему В чем причина Это ТТХ Там недостаток горючей Или выучка Пилотов Ну Я думаю Что Решение О том Сколько вылетов В таких сложных Метеоусловиях Будет осуществляться Оно оставалось За командующим Воздушной армии Потому что План Применения авиации На первый день Операции Искра Конечно Предусматривал Совершение Огромного Количества Самолетов Вылетов Огромного А фактически Мы видим По 31-35 Самолетов Вылетов 44-я Воздушная армия Совершила То есть Своим решением Командующие Элементы этого плана Отменяли В связи с плохими Погодными условиями В то же время Немецкие авиационные Командиры Видимо Этого не делали Почему так Происходило Хороший вопрос Наверное Наши авиационные Командиры Действительно Боялись Потерять Значительное количество Самолетов По небоевым причинам Учитывая Подготовку Летчиков Учитывая Состояние Аэродромов Которые Заносились Снегом Потому что Были снежные Метели В первый день Проведения Операции И это Накладывало Свой отпечаток Видимо Немецкие Командиры По этим причинам Потерять Свои самолеты Не боялись Хотя У немцев Вот в эту Цифру 11 Не вошли Поврежденные Самолеты Которых Было Достаточно Много Ну так и пишут Там При пробеге При взлете При посадке Я Вот в эту Цифру 11 Включил самолеты Потерянные На 60% И более Самолетов Которые Получили Повреждения При взлетах И посадках В сложных Метеоусловиях Кои были У нас И у немцев Кои были Отремонтированы И в цифру Потерь не вошли Ну вот Видимо Это было Связано С этим Ну и В первый Кстати День проведения Операции Было Столкновение В воздухе Между штурмовиком 13-й Воздушной армии И ВВС Балтийского флота Оба пилота Погибли Были Некоторые Другие вещи Которые могли Вызвать Такую реакцию Со стороны Командующих Воздушными армиями Вот как-то так Мне Вот Интересно Следующее Как Немецкое командование Оценивало Результат Ну и Эффективность Советских ВВС Вот по Окончанию Операции Искра Есть там В документах Что-то Ну То есть Они вообще Заметили Как бы Да Они все время Ну поскольку Вы понимаете Поскольку немцев Пришлось бросить Эти свои позиции На этом бутылочном горлышке Хотя задача была Эти позиции удержать То естественно Немецкое командование Всячески пытало Свой неуспех А наш успех На первом этапе операции Прикрыть Какими-то причинами Ну и Традиционный набор Это там Господство советской артиллерии У которых там По 300 стволов На километр фронта Тучи штурмовиков Сталинские органы И так далее И так далее И так далее В какой степени Это можно считать Что они заметили Или они Этим пытались Прикрыть свои недостатки Я честно говоря Вот боюсь Какое-то свое Субъективное разделение Сделать Но активность Советской авиации Они безусловно Отметили Когда мы сравнялись И когда Пришли По техническому Оснащению Немецкую авиацию И Какие именно Примерно Самолеты Сломали Хребет Люфтваффе Спасибо Ну сломали Хребет Люфтваффе Самые обычные Самолеты Больше всех Было выпущено Самолетов Если берем Истребители То Як-9 И в общем-то Многие немецкие Летчики Отмечали это Ну естественно Лавочкин Ла-5 ФН Ла-7 По бомбардировочной Авиации Ну вот чтобы прям Выразить Вот что у нас было Такого Папаритетного С немцами Ну это да Насыщение Ленд-лизовскими Бастонами Наверное Ну и Ту-2 Который пошел В конце войны По истребителям Ну вот К сожалению Полностью Наверное Сравняться С Люфтваффе Не удалось До самого Конца войны Ну на мой взгляд Марслав Дорч Ну я бы только Лишь дополнил Что ломали Хребет Люфтваффе Не самолеты А советская авиация В целом Сами самолеты Да Аплодисменты Никому ничего Не сломают Сами самолеты Стоят на аэродроме И как говорится Есть не просят Ломали люди Сидевшие в кабинах Этих самолетов Ломали авиационные Соединения Ломали авиационные Командиры Ломали наша тактика И оперативное искусство Которые совершенствовались В ходе войны Все это вкупе Ломало Люфтваффе Ну у меня вопрос Тоже Обоим Докладчикам Просто хотелось бы Вот хотя бы Кратко услышать Комментарий Какими группами Машин И в целом Каким образом Производились Вылеты по фоторазведке Немецких позиций При подготовке К искре И тесно связанный Под вопрос Как противодействовали Немцы Было ли замечено Активное строительство Ложных позиций Спасибо Ну в основном На фоторазведку Летали одиночные Подготовленные экипажи В дни с хороших Медиаусловиях С надежным Истребительным прикрытием Вот так вот Один Например Фоторазведчик В прикрытии Там 4-6 истребителей Вот они летали И они основную работу Сделали И это были дни Действительно С хорошими Летными условиями Когда самолет Мог подниматься На высоту И осуществлять Перспективную Аэрофотосъемку Не боясь огня с земли Вот так бы я на этот вопрос Ответил Но на Непосредственно На опорных пунктах Делались ложные позиции Насколько я знаю Делались Но В конечном итоге Наши авиации Артиллерия Старались обработать Все Не только одну какую-то Потому что Даже замаскированные Позиции Были вскрыты И все это Когда шел бой За опорный пункт Все методично Уничтожалось Артиллерийским огнем А авиационными ударами Добавлю Дело в том Что 13-я воздушная армия УВС КБФ Настолько Натренировались За 41-42 год Фотографирования Немецких позиций Что Как уже показывали Сегодня слайды Во-первых Перспективная съемка Позиции на Неве Были сняты Например Да Но и вообще Всю войну В общем-то Позиции вокруг Ленинграда Настолько часто И много фотографировали Что Видимо на ленинградских фабриках Уже был налажен Выпуск карт материала Где вот Не руть Не пером Не карандашом А именно Типографским образом Размечались Позиции Отдельные Вплоть до Пулеметных гнезд И это печаталось Ну я не знаю Ежемесячно Или недельно Надо ему снова Будет уточнить Это что касается 13-й воздушной армии КБФ Настолько Они плотно И серьезно Вели фоторазведку Это очень круто На самом деле Для советских УВС 14-я воздушная армия 241 или 242 Сейчас уже точно Не помню Боевых вылетов На разведку Перед операцией Искра Действовали 6 П-2 8-й Драя Ну разведочный Эскадриль и дальний 2 Су-2 По-моему 33-го Корректировочного отряда И 2 И-16 Даже Фоторазведчика С камерами Причем Вот у них П-2 Разведчики Действовали даже Звеньями То есть они Звеньями Фотографировали Под прикрытием Истребителей Ну и соответственно Су-2 И-16 Под прикрытием Но и одиночными машинами То есть вот так вот Интересен Такой момент Сейчас я увидел Думал они уже не применялись Ну в смысле не воевали И получается И 15 И 16 И 153 Они Когда последний раз Так сказать Отвоевали Ушли на покой Сложно сказать Они по-моему До конца войны Все-таки были Ну я Я скажу За морскую авиацию Последние вылеты И 15 Насколько я помню В морской авиации Был Сентябрь-октябрь 1943 года 23-й штурмовой Авиационный полк ВВС Черноморского флота В ходе освобождения Кубани Еще продолжали на них Летать и бомбить После этого все Да Наверное Вот такое прям Серьезное использование Было в 43-м году Как раз Устаревшим отчасти Последнее И да Характерно именно Для морских ТВД И вот Северо-Кавказ Принаправление Спасибо большое Дорогие друзья Давайте Поблагодарим И Мирослава Эдуардовича И Михаила Викторовича Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!